Уважаемые родители, здравствуйте всем! Картину, схожую с аутистической, это отсутствие интересов к окружающим, повторяющиеся стереотипные действия, задержка речи, задержка темпов психоречевого развития, отсутствие коммуникации с другими детками, трудности в поддержании диалогов, дают ряд заболеваний, но они не относятся к аутизму, поэтому мы назвали их псевдо-аутистические. Ну, это прежде всего нарушение восприятия или искаженное восприятие, так называемая агнозия. Она может быть зрительная, слуховая, тактильная, соматосенсорная и даже болевая. Вот искаженная реакция у ребенка на боль, на прикосновения, могут рождать симптомы, схожие с аутизмом. Второе нарушение – это нейросенсорная тугоухость, когда ребенок не воспринимает слуховую информацию и не понимает, когда к нему обращаются и когда ему говорят. Третье нарушение – это нарушение интеллекта. Интеллектуальная недостаточность при ряде заболеваний тоже дает картину, схожую с аутизмом. Четвертое нарушение – синдром дефицита внимания и гиперактивности. Дело все в том, что у гиперактивных детей очень тяжело оценить социальные взаимодействия, потому что их поведение очень часто меняется, они переключаются к объекту на объект. Поэтому социальное поведение и возможность контакта у них можно оценить только к 3 годам. А у некоторых детей даже позже и даже к 10-12 годам может быть расстройство в коммуникации ввиду вот такого гиперактивного поведения. Поэтому такие детки оцениваются по-особому. Следующее расстройство – это эпилептическая энцефалопатия Ландау-Клефнера. Ее появление связывает с наличием эпилептифорной активности в фазу медленного сна. И оценить это только можно, проведя ночной мониторинг. И появление волн на эпилептической кривой, длительность, продолжительность этих волн влияет на задержку речевого и психоречевого развития. И тогда мы увидим, что наступил регресс речи. То есть речь как бы была, и в последующем, после 3 лет, у ребенка вообще стало отсутствовать. Тогда надо сделать обязательно мониторинг ночного сна. Шестое нарушение связано с хромосомными заболеваниями. Это синдром Ретта, который проявляется с полутора лет хлопающими движениями. Это хлопание в ладошке или хлопание по туловищу, отсутствие прибавок в окружности головы, размеров окружности головы и регрессом речевого развития. А также нередко присоединяются судороги. Но такой ребеночек, конечно же, должен наблюдаться не только неврологом, но и врачом-генетиком. И этот диагноз устанавливается генетически. Следующий фактор, который приводит тоже к картине псевдо-аутизма, это селективный мутизм. Когда какие-то стрессовые факторы, поход куда-то, явление госпитализма, например. Это, например, прерывание какой-то связи взаимодействия у ребенка. Реакция на боль привела к тому, что ребенок отказывается от пользования речью. И возникает такое состояние, как сепарационная тревога. Поэтому это состояние тоже будет характеризоваться определенным началом. То есть, например, ребенок полтора года пошел в садик. И после этого, через 2-3 месяца, перестал общаться, утратилась речь. И имеет значение привязка к ситуации. То есть, какой-то фактор был воздействием. Следующее нарушение – это расстройство рецептивной и экспрессивной речи. Проявляется в том, что ребенок не понимает речь и не говорит. Таких детей мы видим часто. Это большинство из группы псевдоаутизма. В последующем они дают такое заболевание, как сенсомоторная аллалия. И еще одно нарушение – это психосоциальная депривация. То есть, это взаимоотношения с матерью и ребенком. Ну, например, мама уехала в командировку. Или, например, ребенок оказывается один в больнице. И вот эта депривация, то есть ограниченность, приводит к тому, что у него не возникает желания общаться с кем-то еще. И утрачивается речь. Такое очень часто у нас бывает. И мы тоже это можем привязать к определенной ситуации, методам расспроса, психологического консультирования, выяснения причин. И здесь очень хороший прогноз. То есть, при появлении источника ухода, при появлении объекта желания ребенка, речь постепенно возвращается. Поэтому в этих ситуациях, конечно, будет хороший очень прогноз. И ряд генетических заболеваний дают тоже схожу с псевдоаутизмом картину. Поэтому мы всегда обращаем внимание на наличие малых аномалий развития или стигм. Это малые окружности головы, это наличие эпиканта, это широко поставленные глаза, схожая переносица, топыренный мизинец. И при некоторых признаках мы можем заподозрить какое-то генетическое заболевание. Поэтому всех сложных деток мы консультируем вместе с генетиком. Что же делать, чтобы определиться в диагнозе? Значит, для подтверждения нужно проведение обязательно потенциалов мозга. Это слуховые потенциалы, при подозрении на нарушение зрения зрительные потенциалы, при реакции на боль, на тактильные раздражители, соматосенсорные вызванные потенциалы. Проведение ЭЭГ-мониторинга, а лучше всего ЭЭГ-мониторинга ночного сна. Осмотр врача-невролога, осмотр психолога и психиатра. И если есть необходимость и есть подозрение на какое-то генетическое заболевание в комплексе, мы обязательно все это проводим с врачом-генетиком. Спасибо за внимание. Продолжение следует...